Здравствуйте! В эфире с ТВ программа «Большой город» и я, ее ведущая, Юлия Калашникова. В последнее время в нашем лексиконе все чаще встречаются такие слова, как инновация, венчур, каворкинг, фриланс, стартап. Мода на интеллектуальный прогресс, своевременная необходимость. Или мне лучше не продолжать выражаться такими сложными понятиями. Доступно и просто нам все объяснит наш гость. Это директор Минского городского технопарка Владимир Давидович. Владимир Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что такое Минский городской технопарк, когда он появился и чем вы вообще занимаетесь? Минский городской технопарк – это молодая, достаточно динамично развивающаяся компания. Мы появились в конце 2011 года, а точнее в декабре. И наша основная цель – это создать комфортные условия для пребывания малых инновационных предприятий. У нас учредители Минский городской исполнительный комитет, Белорусский инновационный фонд – это структура Госкомитета по многим технологиям. И Белорусский государственный университет. БГУ мы рассматриваем как, собственно говоря, кладезь инноваций, как приток свежих сил, инноваторов и растущих молодых компаний. Там молодежь ведь, наверное, активно вообще принимает участие. Да, очень активно. У нас есть предприятия, резиденты технопарка, которые начали вместе с нами фактически с 2011-2012 года. Среди них есть и выпускники БГУ, которые уже сейчас являются достаточно зрелыми компаниями с большими оборотами, миллиардами в месяц. А сколько у вас таких резидентов? Сейчас у нас 25 резидентов. Мы ожидаем в ближайшее время увеличения их количества, потому что мы не виртуальная компания, мы вполне реальная. У нас есть территория. У нас можно потрогать. Конечно, можно потрогать, можно посетить, можно пообщаться. У нас есть площадка для развития 5,5 гектар в Минске. У нас есть собственные здания и сооружения, где уже осуществляют свою деятельность резиденты наши. Сейчас ведется реконструкция этих зданий, и мы ожидаем в этом году уже ввод в эксплуатацию реконструируемых помещений, полностью адаптированных для занятия инновационным бизнесом. О реконструкции мы еще поговорим чуть позже. Скажите, вы работаете как бизнес-инкубатор, наверное, в том числе? Ну, по принципу. Да, конечно, в том числе и как бизнес-инкубатор. Но у нас нет официального статуса бизнес-инкубатора, зато у нас есть официальный статус технопарка. Вы предоставляете какую-то площадь каким-то компаниям? Мы предоставляем площади на льготных условиях тем компаниям, которые прошли нашу процедуру отбора. А что за процедура отбора? Серьезно очень? Как можно попасть к вам? Очень просто. Значит, у нас есть сайт, можно скачать форму, можно позвонить нашим специалистам. Они помогут предоставить всю информацию, которая необходима для того, чтобы подготовить документы и подать заявку для вступления к нам. У нас есть эксперты. Экспертный совет рассматривает ваши документы, заявку и затем отобранным предприятиям предоставляет возможность очередной презентации перед экспертами. Эксперты задают вопросы, вы на них отвечаете. Наравитесь экспертам, становитесь резидентами технопарка. Ну, нужно что-то придумать, да, интересное? Да, у вас должен быть проект, который отвечает каким-то критериям инновационности. Собственно говоря, таких критериев четких нигде в мире не придумано до сих пор, поэтому экспертный совет – это и есть тот фильтр, который пропускает компании для участия в технопарке. Фактически работает как драга, которая просеивает породу и отыскивает золотой песок. Эмблемой вашей организации выбрано дерево. Почему именно дерево, расскажите? Мы растем, мы растем вместе с нашими резидентами. Дерево – это символ роста. А корни куда уходят? Корни уходят, естественно, в землю. Земля – это наша белорусская земля, ресурс которой является интеллектуальный ресурс наших сотрудников и сотрудников наших резидентов. Давайте посмотрим небольшой сюжет как раз о тех предприятиях, которым вы помогли начать развиваться. Давайте. Что случилось? Это что-то… Заглуплено? Сейчас, секундочку, да. Одну секунду. Так. Мы сломались под Петровичем? Да, что-то такое с насосом. Ремонтировали насос, но, видимо, что-то неблагополучное. И что теперь делать? Ничего, надо звонить. Ну, звоните, пожалуйста, а то на съемку опаздываем. Вот так, прямо на проезжей части, поломка топливного насоса остановила нас буквально в нескольких метрах от инновационных технологий. Данная ситуация, конечно же, мною придуманная, но имеет право на жизнь. Ведь подобное могло случиться с кем угодно. Опытные водители меня поймут. Это самый первый экземпляр, опытный. Он у нас уже в производстве шестой год. Работает каждый день. Еще работает безотказно, проблем еще не было. Вот уже шесть лет, и за дня в день вместе с аппаратом для ремонта топливной системы автомобилей, в Коте Лица трудится и Антон. Поплатить свою идею в жизнь по сравнению с организацией ее полноценного производства оказалось не так уж и сложно. Сейчас его компания – единственный производитель подобного оборудования в Беларуси. Их разработки разошлись по СТУ, автобазам и райагросервисам всей страны. Со временем команда Антона планирует выйти и на международный уровень. Подобное оборудование продолжаем производить дальше, модернизируем, улучшаем. Вот разработали стенд для электронных современных систем. Сейчас тестируем это все, готовим документацию, ТУ, сертификацию. О перечне необходимых документов можно было говорить еще несколько минут. С каждым годом требования ужесточаются, экспертиз становится все больше, а между тем каждое заключение стоит денег. У начинающего предпринимателя каждая копейка на счету, сетует Антон. И если бы не резидентство в Минском технопарке, вряд ли бы потянул такую нагрузку. Помимо производства и продажи спецоборудования, организация Антона занимается ремонтом авто. Хорошим подспорьем бизнесу служат и постоянные партнеры. Все делаем сами. Многие детали заказываем на белорусских предприятиях. Электронику заказываем в Могилеве. У ребят в технопарке подружились, тоже резидентами являются. На предприятии Олега вряд ли знакомы с поломками. Его компания создает новое оборудование. Основной профиль организации – установки для очистки воздуха. Особым спросом их разработка пользуется в пищевой, металлообрабатывающей промышленности, фармацевтике. Благодаря им вдохнуть в полную грузию сегодня могут рабочие Беларуси, России и стран Европы. Среди новых рынков сбытов компаний – Индия, Австралия, Китай и США. Секрет их успеха – инновационный подход. Причем не только на уровне технологий. Приходится менять мышление людей. Все мои предприятия построены по принципу гряжливого производства. Это, по сути, производственная философия, которой должны мыслить не только специалисты с производства, а должны мыслить бухгалтеры, менеджеры, ну и все, кто работает в организации. Чтобы мы на одном языке говорили. Главная задача бережливого производства – добиться максимума результата при минимальных затратах. На первых порах для этого необходимо лишь правильно организовать работу. К слову, к работе в этих стенах отношения особые. Есть такая штука, называется время добавления ценности. Если вы с секундомером сядете напротив любого специалиста, ну давайте возьмем сварщика, когда он варит, он добавляет ценности изделию, клиент за это платит. Когда он ходит, ищет молоток, перемещает что-то и так далее, он, клиент за это не платит, он ценности изделию не добавляет. Вот поэтому в этой организации молоток всегда на своем месте. Оказывается, любовь к порядку здорово экономит и время, и деньги. Расход материалов здесь контролируют посредством вот таких нехитрых карточек. На которых ежедневно указывают остаток. Таким образом, одна запись позволяет избежать простоя всего предприятия. Если на данном производстве у рабочего возникает вопрос, он не записывается на прием к мастеру, заведующему или директору, не ждет своей очереди под кабинетом, как это зачастую бывает на госпредприятиях. Для решения вопроса достаточно лишь нажать на кнопку. На вызов незамедлительно придет ведущий специалист компании и поможет разрешить сложившуюся ситуацию. Время этого производства, оно очень сильно сокращено. В результате этого у нас получается за 20-30 рабочих дней разработать совершенно новые изделия, запустить его в производство, произвести и отгрузить клиенту. Раньше, когда мы не изготавливали, не работали по системе бережливого производства, у нас срок изготовления на некоторые изделия был в 60 дней. Сейчас мы его делаем за три, за четыре. И мы даже считаем, что можно сделать еще в два раза меньше, потому что мы не лезли еще пока в технологический процесс. На своем производстве Олег стремится сравнять то самое время добавления ценности, когда человек непосредственно работает, предположим, тем же молотком, со сроками производства товара. Поэтому для работы на предприятии создается максимум комфорта. Здесь все удобно, практично, быстро. Как только рабочий на первом участке увидел в ячейке задания, спустившиеся с конструкторского бюро, он берет тележку, загружает на нее все необходимое, везет ее на рабочее место, выполняет свою работу и переворачивает сигнальную карточку. Это призыв к действию специалиста на следующем участке, который приходит, берет тележку и схема повторяется вновь. И так вплоть до отгрузки товара заказчику. Все привыкли, если производить, значит, должна быть безысходность, телогрейка и остальные вещи. А здесь наоборот, здесь человек должен думать, мыслить. И у меня большинство людей с высшим образованием. Так конструктор с высшим образованием может запросто перейти работать в СЦЕК. Взаимозаменяемость и знание своей работы, что называется, изнутри, также являются основами успешного производства. Необходимо это в первую очередь для того, чтобы лавировать на рынке и производить только то, что необходимо клиенту здесь и сейчас. Все процессы должны проходить один за одним в системе потока. То есть не должно быть складов, не должно быть нагромождений, потому что как только появляются склады и нагромождения, все проблемы стоятся там. И они там прячутся, и вы только о них узнаете только тогда, когда вы обращаетесь к этому складу. То есть, по сути, если вам нужно изготовить вот этот калькулятор, то вы не делаете их сразу же тысячу штук, а вы берете один калькулятор, на него вставили кнопки, передали дальше, на него подкрасили что-то и так далее. Тем самым калькулятор движется от одного участка к другому, потихонечку добавляя ценность. То есть его стоимость растет. Изначально все начинается со спроса. И здесь все лавры, несомненно, уходят в конструкторское бюро фирмы. Потому как, несмотря на профиль производственной базы, которая собирает очистные сооружения, этот отдел компании берется за любую работу. Профессионалы своего дела спроектируют любую установку и механизм, который, кстати, можно увидеть своими глазами еще до его изготовления. Стоит лишь надеть очки виртуальной реальности, и предмет в виде 3D-изображения появится перед глазами. Как только проект будет готов, его продадут. На профессиональном жаргоне это называется торговать информацией. Людям не нужна массовая вещь. Людям нужно много, но разных уникальных вещей. У меня конструктора раз в месяц, каждый из них по 3-4 дня рабочим работают в цеху. Если сейчас предприятию мне нужно, чтобы он научился варить, для того, чтобы конструировать сварочные аппараты и делать какие-то вещи, он будет неделю варить. Работать по принципам бережливого производства в Беларуси сегодня начинают только единицы предприятий. Изменить устаревшую систему пытаются, как правило, частные фермы, для которых главными постулатами являются прибыль и процесс непрерывного совершенствования. Элеонор Лутович, Сергей Синчилов, телекомпания СТВ. Владимир Александрович, давайте поговорим о венчурном бизнесе. Я так понимаю, что это такое некое соединяющее звено между наукой и производством. То есть человек что-то придумал, и вот именно венчурный бизнес помогает начать запустить это в производство, чтобы этим могли пользоваться все. Я правильно сейчас размышляю? В принципе, правильно. А технопарк можно назвать, ну, отнести к венчурному бизнесу? Мы содействуем венчурному предпринимательству. Венчурный бизнес, он основан на вложениях в новые проекты, в новые технологии. Вот, собственно говоря, мы ищем те проекты, которые могут претендовать на венчурный капитал. У нас есть партнеры, которые обладают таким капиталом. Год назад была информация о том, что технопарк развивает сотрудничество с российской венчурной компанией. Да, совершенно верно. А что вы делаете? Расскажите, какие-то совместные проекты? Да, у нас было уже два совместных проекта. Во-первых, в рамках программы наши представители, вернее, представители одного из наших резидентов ездили на совместное мероприятие, которое называлось «Открываем инновационную Бразилию». Вот, вместе с российской венчурной компанией, которая частично финансировала эту поездку. Очень много полезной информации нам удалось получить, в том числе от нашего представителя. Кроме этого, в конце прошлого года мы совместно организовали впервые в Белоруссии и впервые в Минске региональную сессию практического консалтинга от российской венчурной компании. Порядка 300 человек прошли обучение краткосрочное в течение трех дней. Ну, я надеюсь, что все довольны, все получили новые знания. Отзывы, по крайней мере, были очень хорошие. Как формируется вообще бюджет в этом венчурном бизнесе? Это какие-то инвесторы или это госбюджет? Откуда деньги? Ведь вроде как немалые, наверное, деньги. Это инвесторы. Вообще, это такая очень специфическая индустрия, венчурный бизнес. Обычно венчурная компания управляет не одним проектом и не несколькими, а десятками проектов, потому что от самого слова венчур – это приключение. Приключение? Приключение, да, конечно. Здорово. Существует определенный риск, вернее, существует неопределенность реализации проекта, и, соответственно, от этого риск. Часть проектов заканчивается чистыми убытками, но небольшое количество выживает и приносит, собственно говоря, все сверхприбыли, которые затем окупают все вложения в другие проекты. У нас реклама, не переключайтесь. Вернемся к технопарку. Он уже существует, как я понимаю, 3 года. Да. Или чуть больше 3 лет. Чуть больше 3 лет. Но фактически с резидентами мы работаем ровненько 3 года, поэтому можно сказать, что у нас такой день рождения. День рождения, 3 года, хорошая дата такая. А вот если опять-таки к цифрам вернуться, каких результатов за это время вы добились? И, на ваш взгляд, это хороший результат? Ну, смотря с чем сравнивать, то есть республики… А нам есть с чем сравнивать? Да, в республике мы не едины. Есть много других технопарков. Есть технопарки практически во всех областных центрах. Но на данный момент по объемам выпуска продукции, которые выпускают наши резиденты, на нашей площадке мы занимаем первое место. В 2014 году у нас была выпущена продукция инновационной на сумму 10 миллионов долларов США. В этом году мы растем, несмотря на все помехи. То есть, тем не менее, первый квартал показывает, что мы выросли по отношению к первому кварталу 2014 года примерно на 30%. Но это результат, да? Ну, я считаю, что да, это результат. Но рост наш ускорится после того, как у нас закончится реконструкция. У нас есть большой лист ожиданий среди предприятий, которые хотели бы стать резидентами и получить площади для развития, получить какое-то содействие и поддержку. И в том числе благодаря Минскому городскому исполнительному комитету, Комитету экономики, городсполкома и администрации партизанского района, которая является пионером в этом начинании. Вот в 2014 году технопарк стал членом Международной ассоциации научных парков. Какие преимущества это дает? Ну, я скажу, что и АСП, это вот, собственно, есть эта ассоциация, она объединяет более 300 технопарков из почти 70 стран мира. Работает в этих технопарках более 125 тысяч компаний. И вообще наличие в рядах этих ассоциаций говорит о том, что качество тех услуг, которые вы оказываете резидентам, в принципе, соответствует мировому уровню. Ну и кроме этого, это площадка для общения, для обмена опытом, информации и взаимному продвижению проектов наших предприятий, предприятий, которые существуют в других технопарках, которые входят в эту ассоциацию. То есть вы встречаетесь на каких-то совместных, ну, какие-то совместные происходят встречи? Да. В этом году у нас сложились такие хорошие партнерские отношения с фондом Сколково. В этом году будет взлет технопарков вот этой ассоциации и АСП именно в Сколково. Вот. Думаю, что мы их посетим. Ну и в дальнейшем будем видеть, на какой уровень сотрудничества мы выйдем. Вы несколько раз упомянули о реконструкции, которая сейчас идет. Это улица Солтаса, да? Да. Насколько мне известно. Когда появятся эти... Ну, какие-то сроки известны, когда вы закончите реконструкцию и сможете пустить все предприятия, которые в очереди стоят, ждут, хотят работать? Первые объекты мы получим в 2015 году. Это как минимум 8 тысяч квадратных метров, которые замуты инновационные предприятия. Спрос среди предприятий, которые занимаются именно технологическим бизнесом, именно производством, окроме разработкой чего-то нового, он достаточно большой. Это не торговые предприятия, не те... Ну, не сети. Вот это именно те, у кого оборачивающий капитал занимает длительный срок. Ни один месяц, ни квартал, год, два, три. То есть это те, кому действительно нужна поддержка. Но те, которые дают потом значительно добавленную стоимость, которая остается в стране. Я предлагаю пока посмотреть еще один сюжет. Это получается то здание, где будет формироваться именно среда для всех компаний, которые занимаются инновационным оборудованием. После 7 лет простое, бывшее здание мясоперерабатывающего завода обретают новую форму существования. Строительные работы здесь идут полным ходом. Планируется, что уже в августе это здание соберет под одной крышей новейшие разработки 21 века. Открытие производственного комплекса сегодня с нетерпением ждут почти полсотни резидентов Минского технопарка. В связи с реконструкцией практически большая часть производительства разъехалась на те площадки, которые предоставил город. Мы частично сейчас производство разбросали. Надеемся, что в августе мы здесь вернемся, и тогда у нас здесь будет полная производственная цепь. После реконструкции технопарк значительно расширит свои границы. Свободные производственные площади планируется сдавать в аренду. По предварительным подсчетам комплекс сможет разместить более 150 предприятий. Таким образом, в ближайшей перспективе можно ожидать увеличение числа резидентов как минимум втрое. Чтобы стать нашим резидентом, нужно пройти, естественно, отбор. Это есть при Академии наук, создан совет. Вот подается туда заявка, она рассматривается, если организация занимается какими-то нанотехнологиями или, может быть, импортозамещением. Такие вот организации проходят с отбор и становятся нашими резидентами. Есть послабление в налогообложении в соответствии с законом, а также мы предоставляем площади, скажем так, арендная плата буквально по городу Минску, самая, наверное, низкая. Инновации, высокотехнологическое производство, идти в ногу со временем, казалось бы, это удел сильных и целеустремленных. Так и есть. В подчинении у Игоря 25 человек, половина из них инвалиды. Особенность коллектива на этом предприятии лишь подтверждает качество их товара. Фирма специализируется на производстве тренажеров и спецоборудования для лечения и профилактики различных заболеваний. Товары социально ориентированного производства пользуются спросом и упышущих здоровьем людей. Больше всего следят за фигурой женщины, но и мужчины не прочь получить наши процедуры, так как это очень полезно для кожи. Это для снижения веса, для стройности фигуры, для обаяния, для привлекательности. Мужчины приходят к нам, чтобы себя почувствовать мужчинами. Наряду с косметологией и оздоровлением широко используется криотерапия и в медицине. При заболеваниях суставов в ходах оказывает более утоляющий эффект. Благоприятно действует смесь азота и на укрепление сосудов. Как таковых противопоказаний для данной процедуры нет. Если вы не беременны и у вас нет простуды, добро пожаловать на заморозку организма. Несмотря на всю прелесть крио-сауны, знаете, как-то слегка волнительно заходить в кабину со смесью азота, в которой минус 170. Надеюсь, варежки и башмачки, любезно предложенные персоналом, спасут меня от холода. Вы вращайтесь. Чтобы со всех сторон, так сказать, помолодиться. Я вообще теплолюбивый человек. Я не знаю, чтобы я сподвигла залезть вот сюда. Холодная процедура в организме человека способствует выработке эндорфинов, гормонов радости. Так вот, мои эндорфины сейчас на высоте, просто на пике. Процедура бодрит, чувствуешь, что я действительно моложе. Оценив всю прелесть процедуры, самое время вернуться на производство, чтобы познакомиться со всеми тонкостями изготовления оранжевых кабин. Кстати, цвет своеобразной морозильной камеры выбран не случайно. Это таки тонкий психологический ход. Теплый тон у посетителей ассоциируется с уютами-комфортом и тем самым настраивает их на такое же впечатление после процедуры. Здесь проверяются режимы подачи жидкого азота, как работает механика, как работает автоматика, как работает чисто блок управления данных аппаратов. То есть это будут будущие криосауны? Да. Это практически на 90% готовые криосауны. А вот и знакомые уже телезрителям варежки и валенки. Их соседство с почти уже готовыми криосаунами наталкивает на мысль, что среди производителя леденящего тела и согревающего душу оборудования немало любителей криопроцедур. С двух-трех процедур еще не почувствуешь, но после пяти-шестью уже чувствуется бодрость и молодеем, как говорят. Перед тем, как продать, мы испытываем здесь на добровольцах. Ну, там спортсмены заключают с нами договоры. Очень хорошо отзываются. В руках белорусских разработчиков и мастеров отечественные детали и механизмы превращаются в нанотехнологии. Нестандартное решение со знаком качества имеет успех далеко за пределами Синеокой. Наши криосауны уже полюбились горячим арабским мужчинам. Ожидается, что в скором будущем к жителям Ирана присоединятся и желающие освежиться из Азербайджана, а также других азиатских стран. Несмотря на разрозненность производства, работа предприятий-резидентов Минского технопарка кипит. Остается лишь надеяться, что переезд в свой новый дом не остудит их пыл. Элеонор Лутович, Сергей Синчила, телекомпания СТВ. Кстати, о создании чего-либо нового. Чуть меньше года назад шла речь о создании гипобарокамеры в Республике Беларусь. Я правильно назвала ее? Да. На просторах СНГ таких не выпускают, а зарубежный аналог обойдется тоже по данным из интернета в 200 тысяч долларов. На какой стадии этот процесс? Создан опытный образец, и он сейчас проходит необходимые испытания и сертификацию. Давайте скажем, для чего вообще нужна эта барокамера? Это тренировка спортсменов в сложных условиях, в условиях высокогорья, либо наоборот ниже уровня моря. То есть можно создать как избыточное, так и пониженное давление. И тренировка не только спортсменов, но и различного спецконтингента. Это могут быть и шахтеры, это могут быть и не шахтеры. Это могут быть военные. Это изделие востребовано во всем мире. Наша отличительная особенность его в том, что для того, чтобы его смонтировать в каком-то помещении, нет необходимости осуществлять демонтаж наружных стен, то есть контура. Его можно занести в простую дверь, собрать и эксплуатировать. Дома можно поставить? Фактически дома. Плюс это модульная конструкция. Очень удобно. И аналогов в мире нет на данный момент. То есть, по сути, Беларусь сейчас может стать первой среди стран СНГ, кто такую камеру сделает? Да. И скажу, что интересуются за рубежом. Судьба этой разработки. Конечно, конкуренция такая. Нет, на самом деле, конкуренция, конкуренция, но технология сейчас существует именно у одного из наших резидентов. И мы надеемся, что проект выстрелит и принесет те свои прибыли, о которых я говорил чуть раньше. Скажите, а вот еще что-нибудь интересное на подобии такой же, например, тоже барокамеры, которые создают? Какие еще такие интересные вспышки среди наших предложений, наших молодых ученых? Ну, насчет молодых скажу сразу, что я говорил, что у нас один из учредителей, это Белорусский государственный университет, и вот один из его выпускников организовал предприятие, которое стало нашим резидентом даже не столько благодаря продукции, хотя продукция у него тоже инновационная, сколько благодаря системе организации производства, так называемая система Lean Production, то есть бережливое производство, которое позволяет не замораживать деньги в складах, будь то материалы или готовые изделия, работать с колес, это поток единичных изделий, которые движутся по конвейеру. И экономия, в хорошем смысле экономия на всем, начиная от инструмента, материалов и заканчивая на рабочем времени основных работающих. Давайте пока сделаем небольшую паузу, у нас реклама, не переключайтесь. Владимир Александрович, еще буквально пару вопросов. Мы говорили уже о стартапе Сколково, вот об этом проекте замечательном. Давайте еще раз напомним зрителю, как вы поддерживаете вот именно молодежь белорусскую в их начинаниях. Мы участвовали в этом проекте. Более того, мы осуществляли основную функцию по выявлению всех интересных стартапов по всей республике и аккумулированию их в одной площадке, в Минске, вот именно на площадке презентации как для экспертов Сколково, так и для наших собственных экспертов. Собственно говоря, база данных одна, она нам доступна, и это есть для нас инструмент для дальнейшей работы по выявлению интересных проектов и выведению их на уровень коммерциализации. То есть от разработки, от научной разработки до создания предприятия и получения готового продукта, который восстановлен потребителем. Среди стартапов, которые понравились Сколково, есть те, которые понравились нам. Мы им предоставляем возможность стать резидентами технопарка. Кроме этого, я должен сказать, что в республике это не единственное мероприятие, которое ищет таланты среди молодежи. Ежегодно проводится республиканский конкурс инновационных проектов, который проводит Белорусский инновационный фонд, один из наших учредителей. В прошлом году, в 2014 году, в этом конкурсе поучаствовало более 200 номинантов. Были выбраны победители, они получили гарантированные правительством гранты и премии. И сейчас некоторые из них проходят процедуру получения инновационных ваучеров и грантов через тот же Белорусский инновационный фонд, с тем, чтобы потом получить возможность развиваться у нас. И один из интересных проектов, сейчас скажу, это создание первого отечественного 3D-принтера. Проект разработки, мы надеемся, что в течение месяца мы получим первый работающий Белорусский образец. Да. Сколько лет этому человеку, который... И там несколько человек, там команда из трех молодых человек и достаточно маститого ученого, который уже в возрасте. Но молодые люди, это где-то в районе 30 лет. А со школьниками вы как-нибудь работаете? Да, работаем. Проводится ежегодное мероприятие «Наука и бизнес», молодежный инновационный форум, где старшеклассники имеют возможность также презентовать свои проекты, по-взрослому презентовать, перед экспертами. Эксперты задают серьезные вопросы и помогают вот этим старшеклассникам отточить свои возможности презентации, понять, где им нужно доработать, каким необходимо получить другие знания или базовые знания и, наверное, даже помочь с профориентацией. То есть, по какому пути пойти, какой вуз выбирать, для того, чтобы повысить свой уровень образования, для того, чтобы уже выйти серьезным проектом, который получит финансирование, в том числе и венчурное. У нас очень ценная молодежь, я думаю, что... Тем более год молодежи, 2015. У нас действительно очень ценные, интересные, умные люди. Я надеюсь, они останутся здесь, с нами, в Минске, в Беларуси и... Мы все делаем для этого. Мы, собственно говоря, для этого и созданы. Мы олицетворяем собой безбарьерную среду для молодых инноваторов. То есть, мы показываем, что можно делать бизнес здесь и сейчас, ничего не откладывая. У нас есть для этого возможности. Мы им предоставляем эти возможности и поддерживаем так, как можем. Вот не только мы поддерживаем. Существует в Республике система поддержки, и мы есть доступ к этой системе поддержки. Владимир Александрович, я желаю вам расти, развиваться. И действительно, вот эмблема дерева, она подтверждает то, что и крепкие корни, и будет очень большая, огромная крона этого дерева. Спасибо большое, что пришли к нам. Я напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Большой город» был директор Минского городского технопарка Владимир Давидович. Спасибо вам. Спасибо большое. Это была программа «Большой город». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Продолжение следует... Спасибо.